На самом деле Вселенная создана так, что вам нужно научиться это делать. По сути, звезды планеты и галактики находятся так далеко, что вы не сможете добраться туда, кроме как научившись быть в единении с Яхве. И это преднамеренный замысел, заключающийся в том, что в нем вы живете, в нем вы двигаетесь, в нем вы обретаете свое бытие, так задумано Богом. Найдутся люди и другие существа, которые попытаются пройти через это нелегально, используя свои собственные технологии или свой собственный способ. Но самый обычный способ, которым мы собираемся это сделать, это искривление пространства и времени. Царство Небесное уже близко. В вашем сердце заключена вечность. Он освободил место в вашем сердце. Вы созданы для того, чтобы быть лестницей Якова с вратами и дверьми во все измерения. Так что поднимайтесь, поднимайтесь в любви, будьте вознесены, пусть войдет Царь Славы. Таким образом вы расширяетесь, вы позволяете ему войти в ваше сознание, вы позволяете ему наполнить ваши врата и возвыситься. Итак, сейчас вы возноситесь и думаете, что вы возноситесь в Яхве, вы возноситесь в небесные сферы. Здесь сказано, что да, придет Царь Славы, Господь, могущественный в победе и сражении. И именно здесь вы начинаете видеть силу грядущего века и славу грядущего века, когда вы проявляетесь на небесах. Сейчас наша молитва должна звучать так, пусть на земле будет так же, как на небесах. Итак, мы пытаемся научиться двигаться вперед и назад, и Дэниел сказал, что это произойдет. Он сказал, что наступит время, когда многие будут переезжать с места на место. И если когда-нибудь наступит такое время, нам нужно научиться делать это прямо сейчас. Моя подруга Нэнси Коэн постоянно говорит об этом. И недавно у нее был случай, когда она появилась в Китае, и кто-то сфотографировал ее в Китае и отправил по электронной почте, она сказала, я не ходил в вашу церковь, а они ответили, вот твоя фотография. Чтобы вы знали, Бог хочет делать вещи, которые действительно потрясают нас, чтобы в Царстве Божьем не было никаких ограничений. Когда мы начинаем думать о небесных вещах так, как этого хочет от нас Бог. Хорошо, духовная транспортировка — это мгновенное или быстрое перемещение из одного места в другое, в пространстве или во времени. Поскольку это то, что вы должны понять вместе с Эйнштейном, вы не можете мыслить пространство без времени. Например, если вы сейчас объедете весь мир и окажетесь в другой стране, время будет другим. Если вы отправитесь на Марс, время будет другим. Если вы отправитесь на небеса, один двор будет находиться в одном времени, другой в другом, и там будут разные времена. Он делает все прекрасным в свое время. Так что вы должны осознать, что вы путешественник во времени. На самом деле, это настоящий научный факт. И вы можете прочитать об этом в книге «Интеллект сердца». Они обнаружили, что ваше сердце знает будущее еще до того, как оно произойдет. Если они измерят вариабельность сердечного ритма и когерентность вашего сердца, и они покажут вам изображение на компьютере, и у них будут соответствующие данные, ваше сердце раньше времени поймет, счастливое это изображение или печальное. Ваше сердце чувствует, как сквозь время проникает в будущее. Он вложил в ваше сердце всю вечность. Итак, ваш дух, обратите внимание на это, хотя он сконцентрирован сегодня, он также подобно золотой нити, протянутой сквозь пространство и время. Таким образом, вы постоянно ощущаете колебания, и они обнаружили это в человеческой расе. Мы знаем, когда происходят важные события. Мы все чувствуем колебания во времени. Мы так устроены, потому что мы — космический вид. Царство Небесное, которое включает в себя весь космос, находится внутри вас. Поэтому мы были созданы так, чтобы быть свободными от Земли и времени. Но когда Адам и Ева совершили грехопадение, они пали не только морально, но и утратили способность осознавать измерения. Они выпали из-за расширения. Иисус пришел, чтобы восстановить то, что было утрачено. Так вот, Он пришел, чтобы восстановить их технологию телепортации. Иисус пришел, чтобы восстановить их высшее сознание. Иисус пришел, чтобы восстановить космическое сознание. Иисус пришел, чтобы восстановить жизни бессмертия. Евангелие гласит, что Он восстанавливает то, что было у вас. Он видит мир, который растворен во Христе. Иисус — это все во всем, и вы в нем, а Он в вас. Подумайте об этом, вы в нем, а он в вас И Павел сказал вот что, те, кто соединен с Господом, являются одним духом с ним Так куда же вы можете уйти от его присутствия? Но куда я могу уйти от вашего присутствия? Потому что в некотором смысле именно в это верили все мистики Бог это океан, а мы подобны чаша, наполненная Иисусом Когда вы соединяетесь с ним в единстве, вы становитесь единым целым с океаном Да, это похоже на волны, мы все похожи на волны Но мы являемся частью этого единого тела, единого целого Прямо сейчас я говорю о физике телепортации Телепортация это не просто духовная вещь Хорошо, поймите это, именно так работает Вселенная Так что позвольте мне поделиться с вами экспериментом Они стреляли фотонами в стену Тогда они могли бы стрелять и без стены Они обнаружили эту невероятную вещь Вы готовы к этому? Они обнаружили, что частицы, электроны и прочие элементарные частицы Некоторые из них могут по собственному желанию телепортироваться сквозь стену Они не просто пройдут сквозь нее Они выйдут из нее и попадут на экран Испытанный экран раньше других частиц света Другими словами, они не мчались наперегонки с другими источниками света Они проскакивали пространство-время И они снова увидели, что материя, из которой мы состоим, иногда телепортируется Просто мы так устроены Мы созданы сами по себе, и если посмотреть на это на квантовом уровне, то вся Вселенная находится в квантовом движении Я знаю, что они очень стараются с ракетами и Тесла, но все, что они сделали, это полетели на Луну Мы еще даже не побывали на Марсе Хорошо, я действительно был на Марсе Я был в кофейне, когда это произошло, и на мгновение вся комната стала похожа на голограмму И я вознесся в божественном блаженстве, и я полетел, и там был Марс, и когда я поднялся на него, я почувствовал мембраны его правительства Я почувствовал его время, я почувствовал его правительство, я почувствовал его мандат, и это на вкус так отличалось от земного, и я был там, вовлекая его И я мог видеть, как время движется взад и вперед, и оно издавало такой шум, как будто я вовлекал его, и Господь Иисус забирает меня, я прошел сквозь атмосферу И в конце концов сел и почувствовал, как это происходит на скале, и я просто посмотрел на этот огромный каньон и просто вдохнул его дух И я был поражен до глубины души Вы знаете, я видел так много подобных вещей за эти годы, и это странно, как вы можете видеть, как это происходит, но не понимать этого Как будто ваша голова не может этого постичь, но именно здесь мы должны перестать жить в своей голове, и я уже не так часто здесь живу Рэйчел скажет вам, что это правда, я больше живу в союзе с моим сердцем, и теперь все кажется совсем по-другому Но сейчас происходит еще больше того, что я начинаю влюбляться, а совершенная любовь изгоняет страх И я думаю, что одна из причин, по которой мы не смогли продвинуться дальше в духовном плане, заключается в том, что мы недостаточно глубоко прониклись любовью Поэтому Господь сказал мне, для того, что я хочу сделать на земле, ты должен идти глубже В то время я не понимал, что это значит, а теперь понимаю Любовь становится глубже В любви у вас глаза, как у ребенка В любви вы возвращаетесь к чуду Вот что случилось с Джеффом Дженсен Джефф Дженсен много-много лет назад появился на конференции за день до того, как он должен был выступить Он сидел в центре аудитории, его даже окликнули с первых рядов, помахали ему и сказали, что я рад, что Джефф сегодня здесь Джефф даже расписался в журнале регистрации, но в то самое время, когда это произошло, он ужинал со своей женой и друзьями Так что есть свидетели, которые утверждают, что он был в двух местах в одно и то же время Теперь это случилось с Майклом Ван Клинманом Он отправился на собрание Бенни Хинна в духе и присутствовал на нем, пока был дома Именно такие вещи святые древности делали постоянно Они называли это по местоположению или по нескольким местоположениям Некоторые святые, такие как Франциск Саверий, действительно проповедовали, используя эту технику Поэтому он подумал, я не могу проповедовать в достаточном количестве мест Он отправился в Индию Иногда он проповедовал в двух, трех или более местах, одновременно в один и тот же момент времени Такого рода вещи случаются, и в то время в этом не было ничего странного, ребята Я знаю, что у вас на уме А теперь выбросьте это из головы и проникните в свое сердце В глубине души вы знаете, что являетесь многонациональным существом Кто является основой для этого? Сам Иисус Я помню, как много лет назад здесь, в Тоди Бентли, он рассказывал, что ходил в церковь, кажется, в Индонезии, и там была тысяча человек У которых были все получил спасение не через Евангелиста, не через чью-то проповедь, а через самого Иисуса Христа, явившегося каждому человеку Так вот, если Иисус может это сделать и Он является воплощением этого, то таким, каков Он есть, таким же являетесь и вы в этом мире Я сидел за обеденным столом и размышлял в одиночестве, просто за своим ноутбуком, и я думал о моим дорогим друзьям из Центра Возрождения Сиэтла И пока я думал о них, произошла странная вещь Я внезапно почувствовал себя странно, как будто комната исчезла на долю секунды, и я стою на сцене, глядя на зрительный зал А затем на долю секунды я просто сижу за своим компьютером Я внезапно получаю текстовое сообщение от Дарина примерно через 5-10 минут Дарин говорит, ты только что появился на воскресной службе И я был так смущен Я подумал, о боже И я сказал, прости, Дарин, я не хотел этого делать Я думал о вас, ребята, и о том, как сильно я вас люблю Но вот что самое классное, ребята, это то, что делает это событие особенным Человек, который видел меня, был одним из родственников Дарина, и она никогда раньше не видела ничего подобного духу Так что это был огромный подарок для меня Так вот, она увидела меня стоящим на сцене, и это действительно благословило меня Так что даже если Бог сделал это только ради нее, я действительно взволнован этим Иногда мне хотелось побывать в Австралии и Шотландии, и это случалось Так что в любви и желании есть что-то особенное Я заметил, что когда я люблю людей, меня словно тянет к ним не только душой, но и телом Это странная вещь Все начинается с вашего духа, а затем, как мне кажется, наше тело последует за нашим духом Я чувствую, что именно это показал мне Господь Кто-то, кто сказал, что это произойдет, был Фрэнсис Меткалф Если вы читали ее книгу и книгу Джеймса Мелони «Дама из золота и подсвечника», она сказала, что Бог показал, что вознесение, чем мы и занимаемся, вознесение или восторг Это начало того, что ваше тело воспринимается как нечто большее Ну что же, она сказала, что все началось именно так, и именно это показал мне Господь Пока вы были в группах вознесения, пока вы учились вознесению, вы отвязывались от пространства-времени, вы отвязывались от Земли, вы отвязывались от гравиметрического поля Вы приходили в Сион, учились вместе Увидимся 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 Увидимся